Всем привет! Продолжаю хроники кризиса, хроники пандемии, хроники рынка недвижимости во время пандемии и скачка доллара до 80 рублей. Я, кстати, мне кажется, как будто я один такой, ну не один, много агентов в общем работает на самом деле, несмотря на все эти ужасы происходящие. Вот, наблюдаю такую историю сейчас, сейчас быстренько поделюсь, вы сами думаете, что с этой информацией делать. В общем, у меня есть клиенты, имеем лимит 16 миллионов рублей ипотеки, ходим, ищем, выбираем квартиру, не можем купить и не можем, и не можем купить. Знаете почему? Объясняю. Мы нашли квартиру, которая нам нравится, приходим туда, говорим, о, слушай, чувак, все, окей, покупаем. Ну, то есть, я ему звоню, покупаем. Он такой, хорошо, я вам завтра отвечу. Что ты мне завтра ответишь? Ну, ладно, хорошо, ждем до завтра. Завтра я ему звоню, он говорит, извините, квартира не продается. Я говорю, почему? Ну, я выбрал других покупателей. Я говорю, ну, окей, это стандартная история на рынке, в принципе, ничего такого, все как обычно, штатно. Но дальше началась другая история, то есть, звоню, говорю, ребят, мы берем, окей, мы подумаем. Чего подумаем? Мы уже, кстати, не торгуемся, то есть, не торгуем. Мы находим такие варианты, где уже не нужно торговаться, в принципе, так все нормально. Муж не торгуемся, он говорит, ну, мы подумаем. Чего ты подумаешь? Ты же продаешь квартиру. Ну, продавай. Короче, день-два думают, исчезают с радаров, потом вообще, то есть, трубки не берут. Либо, если берут, говорят, мы передумали продавать. Некоторые есть такие товарищи, квартира висит в рекламе, я говорю, покажите, не покажу. Почему? Ну, не могу, давай завтра. Потом послезавтра, после-послезавтра. Я за границей. Короче, до трех недель были такие квартиры, куда я звонил. По итогу выяснялось, что мы не продаем, извините. Потом, еще что у меня было, что у меня было еще, что у меня было еще. Ну, вот. И я начал думать, а что же, блин, происходит-то? И, как оказалось, мои наблюдения вот к чему привели. То есть, на рынке остались такие продавцы. Альтернативщики, которым, в принципе, пофигу. Тут хоть чума, хоть пожар, им все равно. Им надо продать квартиру, купить поменьше, разницу куда-то потратить. Ну, хотя им тоже больно, разница уменьшит. Ну, как бы, в долларах уменьшит на 20%. Вот. Но альтернативщики, им, в принципе, все равно такие квартиры есть. Есть люди, которые просто убрали вообще с продажи. Есть люди, которые, наоборот, выкинули в рекламу дополнительные объемы. Да, там, то, что у них имелось, сейчас деньги выходят. А есть такие товарищи, не определившиеся. Это самые страшные товарищи. Они много у меня потратили времени моего. Моих нервов, мои клиенты просто уже тоже. Они устали, измождены, уже, блин, надоело. Вчера мы нашли очередную квартиру. Говорим, ребят, мы покупаем. Как вы думаете, что нам сказали? Хорошо, мы вам завтра ответим. Продаем мы вам или не продаем? И вот это ожидание постоянно. То есть, вот то, что сейчас происходит, я вам рассказал. Так, что еще? Ну, все, потом что-нибудь еще запишу пока.